Приветствую Вас Сергей. Отвечая на Ваш вопрос, хочется отметить два момента, так сказать, в режиме реального времени. Первый момент, это, как Вы относитесь к тому, что Ваши родители хотят броков, то есть вот, как Вы к этому относитесь, что Вы об этом думаете, согласны ли Вы, потому что у меня возникло такое ощущение, что внуков хотят Ваши родители, а Вы пытаетесь их надежды оправдать, что, на мой взгляд, не является чем-то хорошим, чем-то позитивным для Вас, потому что это Ваша жизнь и дети не могут. Дети это не то, что может быть использовано, да, для какого-то изменения своего статуса, например. Поэтому здесь важный момент, как мне кажется, на который стоит обратить внимание. Следующее. Как быть и так далее. То, что Вы спрашиваете, на мой взгляд, скромные являются хорошим запросом на психотерапию, потому что никто сейчас Вам не скажет, как Вам быть и как бы строить здоровые отношения. Вам для этого нужно разобраться в себе, Вам для этого нужно проработать драмирующие моменты, которые у Вас имеются. Вот. То, что у Вас никогда не было девушки и, как Вы говорите, друзей, это говорит о том, что у Вас могут быть трудности с общением, у Вас могут быть трудности с самооценкой. Вот. И плюс, что у вас есть и другие, что у Вас есть, и есть некоторые проблемы. с реализацией. Собственной реализацией себя. Такое у меня ощущение возникло, по крайней мере, когда я читал ваш текст, потому что, ну, на мой взгляд, вы слишком много значения придаете. Девушке, да, слишком много значения придаете окружающим людям, в частности, этому человеку, которые вас обнимают. То есть, вот есть ощущение, да, что истосковались вы по вниманию к себе. Вот. И, соответственно, вам сложно воспринимать то, что происходит сейчас, не в русле условно своих желаний. На мой взгляд, у вас есть и достаточно жесткие стереотипы относительно той же ориентации. Вот. Некоторые озабоченности есть. Вот. Но это нормально в данном случае. Вот. То есть, у вас есть хороший запрос на психотерапию. Вот. Ключом. Ключом, который... Именно ключом. Который. Вот. А может быть... Вот. Ваше ощущение брошенности, когда вы проблема с Максимом. Да? Вот так вот я думаю, вам можно ответить на ваш вопрос, который создается, мне кажется, мне кажется, что пока что этого достаточно будет. Вот я пока не совсем понятно, готовы ли вы заниматься, собственно, психстрапией или нет. Вот, потому что вы ничего об этом не говорите, вы просто положите, как быть. Вот, это, мне кажется, не самый корректный вопрос, там, что предполагает это перекладывание ответственности с вас на нас. Вот, таким образом проблема не решится. Поэтому вам нужно определиться, на мой взгляд, с тем, чего вы хотите, с тем, как вы хотите. Вот, и уже вот после работать по тем аспектам, которые вас беспокоят, которые вас тревожат. Это было бы самым лучшим вариантом, потому что в процессе терапевтическом вы будете сталкиваться с определенными частями своей жизни, вот, но, которые до этого, вполне вероятно, не обращали свое внимание. Вот, и будете лучше себя узнать. Соответственно, это и будет ключиком к решению проблем ваших. Вот, но, нужно сказать, что процесс этот, это не быстрый, не быстрый. Вот, зависит он, в том числе, от ваших механизмов защит, вот, которые у вас могут быть достаточно сильными. Вот, потому что вы можете бояться каких-то переживаний, да, например. Например, вот, сейчас вы демонстрируете страх относительно того, что у вас может быть не та ориентация и так далее. Вот, вот, вот такая вот история. На этом все, я надеюсь, что это поможет вам, надеюсь, что вам это было, вам это будет интересным, надеюсь, что вам это будет полезным. Вот, буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.